Я принимаю участие, выходит из ряда вон, я в четырех компаниях принимал участие, и мне было стыдно в 2010 году за один эпизод, который произошел, не договариваясь с редакторами газеты «Наш город», в последнем номере появилась фотография Владимира Дмитриевича в очень непристойном виде. И мне до сих пор за эту фотографию стыдно, потому что так или иначе я к этому изданию тогда имел отношение, ну фактически мы с этим изданием сотрудничали, но то, что сейчас происходит, это просто брак. И опять же те же заявления Юрия Исаевича вчера по поводу того, что штаб Исакова занимается распространением Чернухи и всего прочего, но тут опять речь идет о том, что, наверное, тот объем информации, который идет против меня, в общем-то, беспрецедентный. Началось все это со статьи Елены Абуховской, в простонародье известная как Елена Токаренко, где собрана была вся Чернуха, которая существует на меня, и эти публикации дальше пошли гулять по СМИ в той или иной редакции. Но кроме этого, конечно, вызывает возмущение факт, который произошел с газетой «Южная правда». Был выпуск газеты «Южная правда», который вышел 30-тысячным тиражом, который был полностью сфальсифицирован. Вот этот номер физически есть, физически есть. На самом деле «Южная правда» этот номер не издавал. Об этом есть заявление главного редактора господина Стеценко. Следующего содержания. На ваш запад отвечаю, что редакция газеты «Южная правда» глубоко скорбована тем, что вы считаете, как мы, о прилюдной информации, которая недостоверна по отношению к вам. Поведомляем, что редакция газеты «Южная правда» жодным чином не причетна до выпуска за 19 травня 2014 года, который был надрукован за межами Миколаевщины и распространялся сред выборцев областного центра. В редакции проведено службовое расследование, которое не выявило причетных работников до этого пиратского выпуска. Мы обратимся к прокурору Миколаевской области дать эти события соответствующую оценку. В черновом номере газеты «Южная правда» за 22 травня этого года будет надрукованное соответствующее распространение. Главный редактор Стеценко. Если кто желает, может получить экземпляр этого. Эта газета вышла. Вот у меня есть экземпляр. Есть экземпляр этой газеты, где соответствующее распространение. Кто хочет, может его получить. Это вообще парадокс, но не парадокс, но я считаю, что это самое настоящее преступление, когда уважаемая в городе газета, которая, ну скажем так, лицо и города, и области попадает в руки пиратов, издается непонятно где, непонятно как. Это первый факт, который, ну просто вопиющий и требует рассмотрения правоохранительными органами. Второй момент. Издается в типографии газета, которая называется «Народный трибун». Опять же, зачем Исаков за деньги осквернил целую полку. В выходных данных написано, что тираж газеты 1 тысяча экземпляров. На блокпосту был остановлен автомобиль, который перевозил эти газеты. Газет было порядка 20 тысяч. Мы подали в суд, есть соответствующее решение суда, что газеты выпущены незаконно, и весь тираж изымается. Кто захочет, может получить соответствующее решение суда. Кроме этого, ряд журналистов, не знаю, можете догадываться, из каких соображений, выпускают газеты большими тиражами, пишут на сайтах информацию, в частности газета «Народный контроль», которая полностью посвящена, ну в основном посвящена господину Исакову, и какие бредни тут только не пишутся. Газета вышла большим тиражом, распространялась в городе. На сайте сегодня, или вернее вчера, были перепосты, это перепечатка этого номера. Тоже возникают вопросы. Почему ждать туда раньше? В основном посвящен памятник Ленина, памятник рухнул 22 февраля. Газета «Южная правда», о которой я говорил, тоже посвящена этому же событию. Не могу молчать, господин Александр Смирнов, два месяца держав в себе эту боль, и через два месяца выплеснул на странице газеты ту боль, которой два месяца его мучили.